Внедрение транспортных карт в нашем городе продолжается. Каждая такая карта, напомним, стоит 450 тенге. Эти деньги не падают на счеты, а просто дают возможность получить еще один кусочек пластика, куда им можно закинуть деньги на проезд. Предприниматели, занимающиеся внедрением электронного транспортного кошелька, считают, что карта избавит пассажиров от мелочи, ожидания сдачи, ну а чиновникам даст возможность получить цифры по денежному потоку, а перевозчикам затем получить субсидии из бюджета для увеличения количества автобусов. Работает транспортная карта по принципу банковской, которую перед использованием нужно пополнить в терминалах или через приложение смартфона. Идея внедрения единой карты оплаты для транспорта далеко не новая, и, как показывает практика, в других городах страны разобраться с принципом ее работы может практически каждый. Аксюбинцы потихоньку привыкают к ее использованию, в отличие от водителей и кондукторов. Последним, видимо, невыгодно внедрение безналичной оплаты, поэтому уже сегодня в автобусах возникают конфликты между пассажирами и кондукторами. Как приходят жалобы, мы сразу выезжаем, направляем эти данные водителей, номер автобуса, руководителям автопарка, ну, те, в свою очередь, пытаются как-то это урегулировать, ну, не выпускают на следующий день на работу, как-то их тоже наказывают, но в любом случае эти факты сейчас есть, и я думаю, что они будут пока, пока не будет дифтарифа, и пока люди сами не будут требовать услуг, ну, нормальных, да, от водителей. Ну, это очень неприятно, ругаться в автобусе, действительно, перебранка возникает, да, у пассажира портится настроение, и почему, в конце концов, люди должны выяснять отношения? Сейчас просто мы запустили, ну, как, такую акцию, скажем так, если валидатор не работает, то можете не оплачивать. Но это тоже с боем. Да, это тоже с боем, но именно, я думаю, это может быть стимулом для водителей, чтобы они включали эти валидаторы, чтобы принимали оплату через карты, ну, как бы, тоже не можем драться с этими водителями, мы просто не имеем права на это, но для руководства мы доносим все, что мы имеем. Как ранее заявляли власти, с 15 мая в случае оплаты наличными проезд на общественном транспорте составит 150 тенге, транспортными картами – 80. Однако сегодня стало ясно, что не все актюбинцы приобрели транспортные карты. Хотя те, у кого есть смартфоны, могут оплачивать за проезд и без карт, просто скачав программу. Теперь введение нового механизма оплаты предполагается с 27 мая. Еще не все успели купить карты. Это на самом деле является так, и за это нами было решено перевести дату до 27 мая. Это окончательная дата, после этого переноситься не будет. Соответственно, хотелось бы попросить всех жителей Ахтубе, которые пользуются общественным транспортом, до этого числа купить карты и быть готовым. Напомним, всего предусмотрено 4 вида карт – школьная для детей от 7 до 15 лет. Для них проезд будет стоить 40 тенге, льготная для пенсионеров – они будут оплачивать 60 тенге. Социальная карта для инвалидов 1 и 2 групп – данная категория ездит в автобусах бесплатно – и стандартная карта для всех остальных горожан. В данный момент в областном центре реализовано более 100 тысяч транспортных карт. Сейчас по городу в пяти точках можно купить пенсионерам, инвалидам и все категории могут купить. Это на Сан-Кибае 22 автопарк, это Нур-Сити Экспо, здание Экспо можно купить. Потом можно в Кирвен-Сити на первом этаже в Анваре все категории тоже купить. И ОТРАР, Некрасова 79, торговый дом ОТРАР, и Некрасова 112, это горсобец. Резация Киева, Алексей Уразов, программа «Факт».